Как это называется? На Б... Б-б-б-б... Короче, я не могу вспомнить, но... Мы терпели, 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 а они... Бандера, Бандера, наверное... Бандеры, да! 14-й год! Exactly! Exactly! You are so fucking right! Yes! Finally! Thank you! Thank you! You are right so much! Exactly! So, короче, 2008-й это было как бы начало... Здравствуйте! Давайте нормально пообщаемся! Давайте нормально поговорим! Еще раз скажите! Говорю, давайте нормально пообщаемся с вами! А давайте пообщаемся нормально! Вы можете? Давайте! Давайте! Меня зовут Андрей, вас как? Здравствуйте! Меня зовут Снежана! Снежана, да! У меня маму Снежана зовут тоже! Это супер вообще! Это идеальное имя в мире! Я тоже, да! Я сам родом из Ростова, но живу в Калифорнии 18 лет, через 2 года будет 20-ка. Вы откуда, Снежана? А почему у вас написано, что у вас страна Украина? А это я ставил VPN Украину с украинцами, общался только что! А зачем вы так сделали? Чтобы что? А потому что, если я не ставлю Украину, они мне не попадаются почему-то, у меня американцы попадаются. А почему нужна Украина? Я общался, как они относятся к нам, русским, потому что я сначала не думаю, что я американец, а потом я говорю, что я русский, который живет в Америке. И совсем по-другому они к нам начинают относиться. У вас такой очень сильный акцент. Слышится не русский. Я 18 лет... Даже больше, кстати... Смотрите, я 18 лет живу в Калифорнии. Я понял. А акцент у меня как раз ростовский. Ростовский акцент. Вы если были в Ростове? Нет, акцент у вас как будто даже... Нет, акцент у вас даже не ростовский. Вы сами откуда? Больше украинский в Москве. Не знаю, я в Украине никогда не был. В Ростове так говорят, как я... Да. Ну, как это значит, что у вас немножко американский, ростовский... Ну, смешать. Дело в том, что у меня жена, она с Индией. То есть у меня еще примесь индусского получается. Инди. Ну, у вас... А, да? Вы говорите по хинди? Не говорю. У меня жена говорит по хинди. Я немного знаю там... Нет, но это все равно. Она не передастся, если вы не владеетесь языком и так далее. Это нет. Понял. Вы кем работаете, девушка? Тату-мастер. Тату-мастер. Тату-мастер? Прикольно. Слушайте, я вот у россиян спрашиваю, как вы относитесь к тому, что Трамп победил? Что вы ожидаете от него? Слушайте, ну, поскольку он хорошо общается с Путиным, то, думаю, нам будет не так сложно, как раньше. Хорошо общается это как? Когда он общается с Путиным вообще? Слушайте. Слушайте, он его хотя бы уважает, и посмотря на все вот эти штуки. Ну, слушайте. Соу-соу, на самом деле. Соу-соу. Потому что что-то я могу поддержать, что-то не могу. А что можете, что не можете? Ну, то, что вот я за женщин, конечно, больше. Я же женщина. И там, типа, нельзя аборты делать и такое. Короче, то, что Трамп... Так, стоп-стоп. У вас у Путина то же самое сейчас, что хотят запретить аборты женщинам? Да. А то, что... Хотел запретить то, что если у тебя нет детей, ты должен... Да, да, должен... Это пи***ть, я считаю. Мне это не нравится. Я просто прочитаю, что в России там женщин хотят заставить рожать прям. Да, это не очень. Это не кол. Вот. Поэтому соу-соу. Ну, типа, в плане какой-то там именно вот войны... Ну, то, что вот самые насущные вопросы, да. Конечно, Трамп поддерживает Путина. Что, типа, мы там не будем там против вас что-то там выставлять. Но это, короче, война против женщин. Максимальная. Почему они не дают нам право делать то, что мы хотим? Ну, типа, если ребенок дезапланирован, почему я должна его рожать? Да. А в России, если у тебя нет ребенка, ты будешь спросить штрафы. А если... А там еще... Причем не один ребенок, а там два и так далее. Ребят, вы что, с ума сошли? Ну, я с этим не согласна максимально. Потому что, ну... От кого рожать? Я не хочу себе, я хочу нам. А у меня нет такого человека, чтобы было нам. Ну, это... Это не... Хорошо. А как... Я вообще... Я вообще... Про политику я вообще считаю, нужно мне обсуждать. Потому что у каждого своя позиция. На этом можно нарваться. И причем есть соц... Штука, знаете, там типа... Сошел-медиа. Это и возрождает еще большую борьбу между людьми. Они натравливают друг друга всякие нации. Ну, то же самое Россия и Украина. Это просто вот... Новости. Люди в это реально верят. А на самом деле там, ну, много чего неправда... А из-за чего это... Ну, вообще, в принципе, я просто обособленно говорю вам о том, что... Смотри, я просто... Я просто 18 лет уже живу в Калифорнии. Я не совсем российские новости смотрю. А из-за чего вообще эта война началась с России и Украины? Это вообще-то война еще в 2008 год, если что. Там еще в 2008 год, 2014, потом уже началось это вот все в Украине. А в 2004 это уже... Нас уже настолько вывели, что мы такие, ну, все, будем тогда как-то протестовать. И поэтому начали уничтожать все на своем пути. Вот и все. Так, а кто виноват в том, что Путин напал на Украину? Ну, точно не мы. Ну, кто? Потому что... Нет. Провокаторы Украины, конечно. Угу. Изначально это коммиты... Как? Я просто не помню. Как в 2008-м Украина? Там было очень много моментов. С 2008-м началась эта история. В 2014-м было вот это... Там они ходили по своей... Как называется? На Б. Б-б-б-б-б. Короче, я не могу вспомнить, но... Мы терпели, терпели, терпели. А они... Вандера, 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 наверное. Вандеры, да! 14-й год! Exactly! Exactly! You are so right! Yes! Finally! Thank you! Thank you! You are so right! Exactly! So! Короче... 2008-й это было как бы начало какого-то там, знаете, мятежа. 14-й Бандеры, а потом в 2024-м началась какая-то... То есть они уже начали опять... И очень много о себе мнить. И поэтому как бы, ну, Россия... Ну, короче, блин, мы никому ничего плохого не делали. А у нас совсем... А ресурсы-то у кого? У нас! Поэтому... Ну... Так возьми, кто? Я не понял, зачем мы напали на Украину? Зачем Россия напала на Украину? Мы не нападали на Украину. Они... Россия же ввела свои войска в Украину. Они нападали на Украину. Они нападали на Украину. То есть дала какой-то знак, и Россия пошла и начала Украину? Не могу понять. Не знаю. Можете погулять с такой умной. Смотри, я в Америке живу. У нас другие новости. У вас настоящие, мне интересно. Настоящие новости? Есть настоящие новости в этом мире? Я думаю, что нет. Ну, ты же откуда-то их берешь? На самом деле, никто не знает правды. На самом деле, никто не знает правды. Ты же откуда-то берешь эти новости? Это соушиал-медиа. Ну, реально. А кто их пишет, эти соушиал-медиа? Масс-медиа? Кто? Нельзя верить в соушиал-медиа. Никогда. Потому что... That's why every people, you know... А, хорошо. А почему ты веришь этим? Почему ты веришь в социальный медиа? А я не верю. А я не верю. Я поэтому и говорю, что я не знаю, что они думают. Потому что я не верю в то, что говорят в соушиал-медиа. Ну, ты же сказала, что Украина там дала знак. Да, надо мной, уже с 2008 года. Кто-то начинает там права свои качать, что типа вот, это наше. Ну, допустим... Что наше? Хорошо. Допустим, Крым. Крым был нас всегда. Допустим. Всегда это когда? Да всегда, когда они отжали, блин, еще в Советский Союз. Подожди, а когда... Не было. С каких пор у вас начинается это всегда? С какого века начинается всегда? С 20-го. Так почему всегда начинается только в 20-м веке? В смысле? Вы сказали, что Крым был русским всегда, и это всегда началось в 20-м веке. Нет, нет, я говорю о том, что когда мы его захватили в 20-м веке, соответственно, он стал нашим. А потом Украина вдруг посчитала, что это их земля. Но, по сути-то, по истории, в принципе-то, это наши земли. А они потом такие, а нет, это наши. А как? Хорошо, а как? Украина. Они интервью Украины, и, соответственно, вот поэтому, наверное, дележка и началась. А как Украина забрала Крым? Как Украина Крым забрала у России? Понятия не имею, но изначально он был наш. Откуда вы знаете, что он изначально был ваш? Это я точно погурила. Откуда погурили? В интернете? Да. С какого года Крым ваш? Понятия не имею, но он был наш, и уже сейчас тоже наш. Поэтому мне уже... Понял. А в каком году Ленин отдал Крым Украине? Он отдавал Крым Украине? Да. Это же он передал перед смертью своей. То есть вы против России? Нет. Нет. Поэтому вы живете в Америке? Я живу, потому что тут зарплата. Ты зарплата, и теперь ты типа что, иноагент или что? Ну да, меня внесли в список иноагентов. Вот поэтому у тебя такие вопросы ко мне. Это логично. У меня в список иноагентов висли. Это логично. Ну вот, поэтому такие вопросы ко мне. Значит, ты против России? Нет, я не против России. А почему ты от тебя? Я за Россию, я против Путина. Почему тебя внесли в агенты? Я объясню. Объясню, почему меня внесли в агенты. Давай. Потому что я вот так общался в чатурлетке полгода назад. И, короче, пацанчик со мной общался. Я думаю, он просто типа общается. Я ему рассказал, что я против Путина, но я сам из Ростова родом. У меня там родители и все. А он, короче, а он записал это. Почему? Потому что он против женщин. Он хочет, чтобы заставить женщин рожать против абортов. Прям. Да, это... Ага. А ничего, что Трамп выиграл и там то же самое. Я за хариз был. Я за хариз был. Понимаешь? Она вот была за аборты. Да, она за женщин была, да. За женщин. Вот. Да. Продолжайте. Вот. И смотри, я высказал вот это в чатурлетке, а этот пацан меня записал. И где-то показал, короче, по российским всяким этим ютубам. Да, стримил, короче. Да. И меня, короче, ФСБ пришло к моим родителям, выписало на них, короче, штраф и меня внесли в инагенты. Ага. Я ничего не делал. Я просто сказал, что я против того, что Путин хочет закинуть Россию в средневековье, заставить женщин забрать права, чтобы они ничего не делали, только сидели и рожали по приказу государства. Это вообще, на самом деле, так ужасно. И меня... Я просто слушаю то, что происходит, и мне говорят, типа, ты есть одинокая, и если у тебя нет детей, плати штраф. За что? Вот так я... Меня за это инагентом, понимаешь, объявили. А если, допустим, я не могу рожать... Да. Плати. Вы серьезно? Да. Там даже, там даже, знаете, типа, не пройдете по какому-то физ... подготовке, которая... Ну, ты не можешь иметь детей, все равно плати. Это несправедливость. Это очень, да. И я скажу так, знаешь, что самое смешно? Что вот эта всякая Мизулина, знаешь, у нее с тобой нет детей. Ужасно. Фанаты шаманов. Ужасно. Ужасно. Она берет и... Она откуда вообще взяла? Она с кем-то спит из них, понимаешь, или с Песковым, или с Путин, кто-то ее... по-любому. Она страшная, просто как ядерная война. Ужасно. Кабаев. Кабаев, да, Кабаев. Ну, короче, Лавров. Наверное, Лавров же Мизулину, потому что... Наверное, Лавров вообще-то фигуристка. Не знаю. Фигуристка. 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 Татьяна Навкова. У него жена. Не-не, Навкова у Пескова. Алло. А, да. Да, Навкова у Пескова. А я про Лаврова говорю. Лошадь. 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 А, это МИД. МИД. Да. Обвиши это. Ой, я про него вообще ничего не знаю. Вообще. Так вот, и смотри. И получается, что Мизулина сама, короче, не жена, не замужняя, детей не делают. Да. Да. Расскажет женщину. Рожайте. Да. Показывай нам пример. Я тоже говорю. Да. Нужно им так. Всем, кто говорит за СВО, давайте валите, короче, на фронт. Всем, кто говорит, надо бабам рожать, давайте рожайте. Я знаю, что самое обидное, что вот на СВО, когда началась война, там вот срочников, которые пацаны, 19 лет, пошли учить, пошли служить вот просто, просто отдать долг родине за год. Их отправляли в горящие точки. Их убили. Просто пушечное мясо. В первый год. Я говорю, вы что, вы езды? Но потом, вдруг, они поняли, что, а что это мы делаем? Не надо. И они, типа, запретили отправлять срочников на войну. Но это... И все равно отправляют в Курской области. Они не рады в жизни. Оружие в руках не держали. Смотри, у моего одноклассника сын в Курской области погиб. Срочник его направили, и все. Ахмад Сила убежал, понимаешь? Да. И все. Это несправедливо максимально. Они хотят, чтобы все рожали. А кто будет? Мужков, которые хотя бы держали оружие в руках. Они со школы вышли. И все, их кинули, да. Они ничего не понимают. Я знаю, что они... Они даже ружье не понимают. О чем вы говорите? Это... Я знаю, что не могу понять. Они говорят, нужно больше, чтобы рожали. А кто будет оплодотворять, если они всех этих детей там уничтожают в Курской области? Бросают на местные штурмы? Кто будет оплодотворять этих рожальниц, понимаешь? Кто? Ахмад Сила? Чтобы все бородатые рожались уже сразу, понимаешь? Я вообще максимально. Ничего себе. Я... Ну да. Я просто люблю... Я... Ну... Ты русская. Русская-русская прям. Сильно. Слава Руси, да. Слава Роду. Слава Роду. Понял. Ну, я типа не люблю... Не, я могу с ними дружить, общаться. Но не обнажаться. Да. То есть ты любишь только русским? Сто процентов. Правильно. Только славянам. Только славянам. Славянам, да. То есть украинцам, да? Нет, не дам. Ну, украинцы это же славяне. Не дам. Полякам? Нет. Чехам? Немцам. Словакам, да. Так немцы не славяне? Немцам. Немцам. То есть ты дам только русским и немцам, да? Истинным славянам. Да. Понял. Истинные арийцы. Кому еще дам, кроме русских и немцев? Больше никому. Понял. Хорошая порода, да. Так. А кому уже дам в своей жизни? По национальству. Только русским, да. Только русским, да. И немцам, кстати. А, и британцам. Уэльс. 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 Я думал, что это хорошо. Понял. А где ты дал в Алицу немцам? Это не важно. Ну, это было в России, в Уэльсе, в Германии, на Кипре. Да. Где? Одно из всех вариантов. На Кипре? Нет. В Германии. Уэльсе? Там в Германии? Что ты делаешь в Уэльсе? Потому что у тебя хорошее произношение английское? смотри как ты относишься к тому что получается сейчас путин вот он я смотрю я не могу понять смотри если ты за славян да он берет русских пацанов отправляет а вот эти чеченцы ахмат они 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 начали вот сначала пиздюков отправлять туда это был просто и когда уже матери начали там все ну там чувак у нас здесь как бы умирают это вообще но не по-христиански как минимум да и потом перестали они такие хорошо мы не будем вот этих вот чуваков отправлять будем открыть зверей которые вот знаешь там типа служили и так далее но я на самом деле это особо не верю честно говоря потому что мне короче очень жалко жалко пацанов всех пацанов потому что никто же не в силах это поменять понимаешь и как вот почему почему это делают и ты еще не сделаешь понимаешь бедные мальчики в трусах все твои вот эти вот вами в европе возможно вот это вот пройдет типа мы устроим парад и там как-то государство такой ой мы какую-то творим еще все применяем у нас так не работает у нас этих чуваков закроют на 15 суток всех поголовно так может так может это закрывать из-за того что путин и такое делает кто их закрывает конечно он немножко но во всем если в общем это все оба сам то если бы не он то нас бы давно всех нагнули она потому что европа там что-то нас а вы не в евросоюзе а вы заслужите если мы отключим газ и нефть украине так так европа уже отключила российский газ все так у нас ресурсов чтобы жить дальше а ну так вот они так и говорят живите себе дальше да в этом нас хотели типа взять не получится ни у кого в мире это сделать потому что у нас есть настолько много ресурсов мы настолько агром мы самая огромная страна в мире что у нас тайга и еще что у нас и эти арабы абу-даби мы с ними дружим у них там нефть я про дубай да у бутина отношения с ними и поэтому но у нас и без этого есть все газ лес и остальные другие ресурсы поэтому нас кто нагнет хорошо ну так смотри мне кажется вас уже приезжие всякие мигранты нагнули у вас уже таджика больше чем таджикистане чеченцы дагестанцы прижать все у вас москва уже не они всегда были это это нормальная история все зарабатывать деньги но теперь славян там уже в москве не осталось сколько мечети уже строят и что все это уже это уже не россия это уже таджикистана много мультинародная страна если что мультинародная план не мультинародная это когда девушка может представителям любых народа у вас мононародная страна еще раз ты бы путин он старый нет ну а для родины ну такая чтобы вот его воодушевить на защиту интереса в россии что это за вопрос вообще вот смотри ему нужно вот он как бы старый самец ему нужно вдохновение да вот ты бы вот такая роскошная женщина ты бы ему вот селила ему вот это лучик на не нужно максимально ему вообще ничего не надо он самый главный глава государства и на минуточку самый в том году он был самый шучал в мире самый улажать здесь когда я езжу за границу и я просто хочу говорить по-английски я когда граница я по-русски особо не говорю я просто я протеку английский мне нравится но чтобы не забывать я люблю протековать и то есть я люблю общаться и я приезжаю то есть за границей даже никто не понимаешь я русская и то есть они такие where are you from can you guess and they're like no way Germany Britain you know a lot of countries except russia you know and russia is you know the you know like the seventh one and I'm like what и я говорю в Россию они такие what почему-то и по-русски переходит почему куда ты за границу ездишь сейчас слушай ну я вообще люблю обычно по морям я катаюсь потому что мне нужно солнышко ну по каким морям ну слушай ну египет, Турция это точно раз по восемь в каждой стране была в Европе была в Германии Чехии пару раз Дрезден ну просто смотри кто из смотри кто из президентов кто из глав стран для тебя самый сексуально привлекательный никто я по политике вообще не шарю я не буду это обсуждать хорошо кто из известных людей для тебя самый привлекательный никто для меня самый привлекательный мои родители и я все а из мужчин мой отец а из сексуальных мужчин таких нет еще я придерживаюсь максимально вот именно семьи и так далее я никого не выделяю потому что они все смертные а у тебя какие отношения с мужчиной были последние 18 лет не особо я просто делаю себя я всю жизнь занималась спортом мне было не до мужчин я смотрю я имею ввиду не про отношения там семья это все а а легко это я могу прям пойти на улицу и найти кого мне нравится и все и бросить когда последний раз выходила на улицу вот она улица это не важно ну приблизительно давно не делала на самом деле нет сколько у тебя занимает времени процесс поимки самца если ты выходишь на улицу на охоту минут пять минут пять прикольно то есть ты в принципе в пределах своего подъезда не вижу препятствий да если вижу цель я не вижу препятствий а ну расскажи мне просто интересно как вот я никогда не видел как девушка ловит самца если выходя из подъезда вот ты вышла из подъезда если не девушка ты не поймешь а ну расскажи мне интересно ну как за пять минут типа захантить его Это просто вот шарм. Просто вот он идёт, например, из магазина, из пятёрочки, с кульком продукта, а ты подходишь так? Нет, я не подойду к такому. А, к каким ты подходишь, одно объясняю? К другим. Не при таких обстоятельствах, 100%. Ну, каких? Вот ты выходишь из дома, а у тебя есть 5 минут, чтобы захотеть. Нет, зачем мы из дома? Ну, откуда ты захотелся, ты мужика, откуда ты выходишь, и у тебя есть 5 минут. Я не хочу мужика успокоиться, и всё. Я не буду распыляться на абы кого. Я себя уважаю. Я тому, кому я действительно хочу это. Понял. Можешь описать, вот интересно, портрет этого мужчины, к которому бы ты... Нет, такого нет. К которому ты уже... Нет. Очень разный темперамент. Ну, расскажи, расскажи примеры. Нет, они все разные, нет одного цепожа. Я люблю мужчин вообще в принципе. Понял. Они бывают разные, просто русские. Все арийцы. Понял. Ну, я тоже русский, видишь, я арийец, так что... А, нет, ты старый. Сколько мне лет? 38. 38. 43. Ну, почти. Ну, так я всего на 3 года старше тебя. Ну, это вообще разницы не видно. Так это тебе... Я про тебя говорила, возраст, не про меня. Мне нет. Ну, тебе 40, когда я так смотрю. Мне 43, тебе 40. Мне нет. Это не больше... 39? Нет. Сколько? Намного меньше. В смысле? В прямом. Сколько тебе? Ну, немножко чуть больше 130. 37? Нет. Немножко. 36,6. Я понял этот прикол. Нет. К Христу 33 года? Возраст Христа? 32. 33 скоро будет, кстати. Ты хочешь сказать, что ты вот это так выглядишь в 32 года? То, что губы накрасила, да. Я не могу, я... Ну, ты как-то не следишь за собой? Хм. Это твое мнение. Мне кажется, ты обманываешь, что тебе 32. Да, без проблем. Давай так, ты много алкоголя употребляешь? Не сказала бы. Да. Все, тогда понятно. Все, если много алкоголя, тогда понятно, почему в 32 такой вид. Окей, понял. Хорошо. А смотри, вот тут интересно. Получается, как ты относишься к тому, что сейчас Россия уходит огромное количество людей в Украине? Так, на самом деле, я подумала, что недавно, я, кстати, поймала саму мысль, что война-то немножко успокоилась. Уже не так жестко, как было раньше. Кстати, 24 февраля будет 3 года, как война. Я в шоке. Просто в шоке. Как 3 года? С 14-го года война, это уже будет... Нет, 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 нет. Нет, 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 нет. 14-й Бандеры, а с 21-го началась, типа, Третья мировая, а-ля. Нет, 3 года почти. 24 февраля началась в 21-м году. Вот это вот... А почему вы не в курсе, кстати? У меня в Америке, типа, другие новости, поэтому... Ага, вот видите? Социальные медиа. Это софт. Вау, вау. Слушай, это хватит уже так теребить свои волосы? Да они мешают. Мешают, да, и так, мешают, и так, и так. Да, фига. Не мешают. Ты прям, знаешь, ты прям меня хочешь соблазнить, так, с этими волосами. Вообще... Я тебе сразу скажу, смотри, тебе не светит, я тебе не дам, это точно. Ты не мой типаж, понимаешь? У тебя какие-то глазища вылазят, там вздутые щеки, да, плоский экран тут полностью, ну, не мой типаж, да. Я люблю таких девушек в теле, да, с зажигавочкой. Красиво, которые выглядят, у которых волосы красивые, да, шампунь нормальный, который использую, типа. Я бы тебе, в принципе, если бы мы встречались, я бы тебе сначала подарил шампунчик, да, а потом, может, через 14 месяцев, 88 дней, посмотрю. Ты помнила голову, алло, у меня своего волос идеально, блондинистый, идеально... Мне, мне, мне вот это, мне, что, что тебе нравится, это нос. Вот эта картошечка, это просто вот, ух, я люблю, когда он такой опухший, это класс. Он не картошка, человек. Картошечка, классная картошка, блин, вот носик, нос у тебя классный, картофанчиком, я люблю такое. Я люблю, это, ну, немножко девиация, но мне нравится. Картофан-то у тебя, у меня прямой нос. Такой прямой, поверни боком. Ну, картошечка, у-у-у, potato, вау. Люблю, люблю, такой носик. Вот он, знаешь, он в ручку ложился весь. Класс, класс, класс. И вот это непропорционально вытянутое лицо, это да, вот люблю тоже такое. Не, класс. Прикольно-то. Нет, и вот тут это, такой как. Отец Андроний, бог попуска. Народ, за это лайк, подписка и коммент, это было божественно. И политика, и прожарка, и все это было в кайф. ПОПИК. ПИДПИШИСЬ НА МІЙ ІНСТАГРАМ. Я не знаю, для чого це тебе, для чого ще тобі там дивитись на остає мой фейс. Але для тебе це 1, 2 або 3 клика, але ти підтримаєш мене. І я буду крутат, вау, в мене там купа фоловерів. І в мене буде класний настрій, щоб робити нові круті відео. ПИДПИШИСЬ НА МІЙ ІНСТАГРАМ. ПОПИК.АНДРІЙ. Вот так. Давай, я тебя чекаю.